Миллионы жизней были бы спасены, окажись донор с нужным резусом в нужное время. Поэтому создать универсальную кровь хотят всюду. В Тихоокеанском институте биоорганической химии предложили своё решение проблемы групп крови. Ферментация — естественный природный процесс. Хлеб, вино, чай, квашеная капуста — всё это продукты, обработанные ферментами. Почти таким же пищевым способом можно обработать донорскую кровь, и она приобретёт нулевую группу. Это различные виды эритроцитов. На их поверхности расположены специфические углеводные цепи, определяющие группу крови. Ферменты расщепляют цепь, удаляют специфичность, и таким образом получается универсальная кровь. В теории всё просто, но вот где взять такие ферменты — вопрос. Искали десятилетиями в разных странах мира. Нашли в коллекции морских микроорганизмов, которые уже полвека собирают дальневосточные учёные. Б-энзим, который модифицирует б-эритроциты, мы нашли в свободно плавающей в воде, в образцах воды Охотского моря. При температуре плюс 4 градуса Цельсия такая психрофильная бактерия. Казалось бы, что ещё требуется? Патенты получены, генетические конструкции созданы, но кровь на донорских станциях пока так не ферментируют. Никто не заинтересовался. Я участвовал в нескольких инновационных форумах и пытался найти потребителей в России для таких ферментов. Некоторые фирмы проявляли какой-то интерес, но, в общем, до конкретных предложений дело не дошло. Между тем, серьёзные источники помалкивают об уже готовых биотехнологиях по созданию универсальной крови. Если не считать сенсацией жёлтой прессы про британских или канадских учёных. Технологии, я думаю, что до сих пор нет. Или её скрывают тщательно, создание её. Потому что, ну вот, сообщений о открытой печати пока о самой технологии нет. Учёные Владивостока лишь указали путь, которым можно прийти к новому медицинскому ноу-хау. Создать технологию уже дело фармакологической промышленности. Яна Романюк, Владимир Ощенко, Олег Буйми-Струк, Панорама.